Жить на свете очень тяжело. Постоянно происходит куча проблем, они непредвиденные, миллион стресса, еще и куча своих загонов в голове. И очень часто бывает такое, что мы регрессируем до состояния такого трехлетнего ребенка, когда тебя куда-то мама тянет, надо в детский садик идти, колготки тебе колются, и ты уже устал очень сильно, и ты начинаешь просить вот это вот мороженое. То есть ты попадаешь в состояние такой эмоциональной ямки, когда ты ноешь, конючишь, когда ты становишься противным, и когда ты других людей, своих близких, с которыми ты находишься в отношениях, уже воспринимаешь как таких, которые очень сильно охота, чтобы они тебе помогли и получше сделали. И при этом твой близкий человек имеет кучу проблем, загонов и стрессов, он в состоянии эмоциональной ямки, и он очень сильно хочет, чтобы ты, его близкий человек, ему помог. Вот так вот мы и живем, как маленькие детки, без ручек и без ножек, в состоянии инфантилов, которые только хотят брать что-то в отношениях. И с одной стороны, чем сложнее, динамичнее, напряженнее ваша жизнь, чем более высоко продуктивный вы человек, либо если у вас очень слабо развитые базовые навыки психики, то есть вы не очень стрессоустойчивые, у вас плохой уровень осознанности и коммуницируете вы кое-как, то эти два фактора влияют на то, что в это состояние ямки вы быстрее и чаще попадаете. Что это за состояние? Это состояние, когда ты просто устал и у тебя закончился ресурс. Именно в этот момент мы становимся неприятными в отношениях, то есть мы становимся раздражительными, мстительными, грубыми, агрессивными, и из нас начинают непроизвольно вылетать какие-то неконтролируемые, импульсивные и бессмысленные выплески негатива, которые только портят наш воздух и пространство вокруг нас самих, и нашему близкому человеку это портит настроение. И вы в этот момент не являетесь приятным человеком. Вы сами для самого себя внутри всегда приятный человек, но другие вас могут просто терпеть или просто любить, но приятным человеком вы для них не являетесь. И помимо того, когда мы просто огрызаемся, ноем, конючим, выражаем какое-то свое недовольство, еще и проявление просто игнорирования близкого человека и проявления нелюбви, тоже мы относим к этим симптомам общего стресса, усталости и того, когда закончился ресурс. Какой же тогда человек является приятным в отношениях? В первую очередь это человек щедрый, великодушный, то есть это тот, которому есть что дать. Это тот, который в стрессовых ситуациях остается спокойным, это человек легкий, веселый, позитивный, даже обладающий чувством юмора по поводу какой-то ситуации, что свидетельствует о его высоком уровне интроспекции, такой веселой, который не выключается никогда. То есть это тот человек, у которого достаточно ресурса, у которого есть что взять, и именно такого человека хотят все, с ним хотят иметь, строить отношения все. И на работе, и друзья, и замуж за него хотят, жениться на него хотят. И приятным человеком быть очень выгодно, потому что вас хотят все, с вами хотят все взаимодействовать. И по работе это принесет больше денег, и в любви это принесет больше счастья, и в дружбе это принесет больше социального благополучия и удовлетворенности жизнью. Приятный человек это человек взрослый. Почему? Потому что мы, слава богу, сами за счет, это в наших руках, за счет осознанности, можем регулировать свой уровень стресса и управлять вот этим вот, заканчивается у нас ресурс или не заканчивается. Становимся мы сейчас неприятными людьми, которые неконтролируемо выплески какие-то, пуки в воздух делают постоянно эмоциональные. Либо же мы являемся приятным взрослым для другого человеком. Сейчас будем учиться становиться быть приятными людьми. Можно сказать, что неприятный человек это инфантильный человек. Давайте посмотрим его характеристики. Это человек, который накладывает на других ответственность за свою усталость, за свои негативные эмоции, за свои мысли, постоянно ждет, чтобы они ему как бы помогли. Из-за этого он постоянно находится в состоянии хронической озлобленности, обиды на них, каких-то постоянных ожиданий вот этих вот. Потом он свою злость и недовольство постоянное выражает, ты постоянно к ним придираешься, ненавидишь их, критикуешь. В ответ они естественно ненавидят тебя и ты словешь конфликтным, неприятным человеком, с которым плохие отношения. Если у тебя плохие отношения с людьми, то ты никогда не получаешь то, что ты хочешь. То есть из-за этого ты становишься бедным, больным и несчастным. А приятный человек это человек взрослый. Давайте посмотрим его характеристики. В любых конфликтных или сложных ситуациях он именно когда вот эта вот точка усталости, когда у всех стресс, он настроен не на разъединение с людьми, типа а вот это вот я, моя хата с краю, вот это вот эгоцентричность, да, это признак инфантильности, а он все равно нацелен на объединение с другими людьми, на переговоры, на достижение компромисса. Также он благосклонен к недостаткам и ошибкам других людей и к их слабостям. То есть ты по-доброму относишься к ним, к людям, принимаешь их. И когда ты по-доброму так мягко относишься к другим людям, ты не разъединяешься с ними, а ты пытаешься их понять, то потом ты не только они тебя любят, обожают, они великолепно к тебе относятся, с них снимается напряжение, потому что их никто не судит, они начинают также относиться к тебе и вы попадаете в какие-то потоки счастья, классной дружбы, веселья и продуктивных взаимоотношений. Но еще тут есть очень важный плюс, что со временем ты точно также мягко, благосклонно и бестрессово начинаешь относиться и к самому себе. И ты сам за счет этого внутри еще больше расслабляешься, у тебя еще проходят и свои какие-то психологические проблемы. Как стать таким взрослым человеком? Это очень легко, мы это с вами уже разбирали, ребята. Для этого надо очень хорошо овладеть просто осознанностью. И для этого ты должен хорошо отслеживать и осознавать свои собственные признаки физических негативных ощущений. То есть, например, когда ты устал, ты это сначала должен осознать. Потом, во-вторых, ты должен хорошо уметь осознавать свои негативные эмоции, то есть злость, обиду, грусть, тревогу и постоянно держать их в секторе средних эмоций от трех до семерочки, то есть когда ты понимаешь, что вызвало эту эмоцию, что ты думаешь сейчас по поводу этой ситуации. И третье, ты должен контролировать, то есть фильтровать, то есть отдавать себе отчет в своих негативных мыслях, особенно негативных мыслях какого-то осуждающего, критичного содержания или характера, свое суперценное мнение какое-то, например, а вот я считаю, что вот это вот плохо. То есть осознавать свою категоричность. То есть мы просто ставим такой небольшой как бы фильтр между собой и другими людьми и думаем о том, что мы через этот фильтр пропустим. И если окажется, что эта информация была существенна, то мы ее выражаем, ну желательно в ненасильственной форме, а если она была несущественна, то есть не надо сейчас это слушать человеку, то мы ее просто оставляем при себе. Когда писала сценарий для этого видео, я придумала манифест для вступления в отношения. Вступая в отношения с этим человеком, я добровольно беру на себя обязательства нести ответственность за то, чтобы этому человеку было рядом со мной в отношениях хорошо. Это значит, что я не буду противным, не буду распространять негатив. И для этого я буду заботиться о себе, проявлять максимальную тренировку базовых навыков психики, нести ответственность за свои негативные физические ощущения, усталость, за свои эмоции, осознавать и правильно выражать их, и грамотно коммуницировать, и нести ответственность за свои мысли. Важнейшее замечание. Этот метод надо применять только в тех случаях, когда вы строите равные отношения, и они для вас очень выгодны, то есть когда ставки высоки, когда вам выгодно поддерживать эти отношения, когда они вам что-то дают. И когда вы со своим партнером на равных в эти отношения вкладываетесь. Потому что очень часто вот такую штучку делают те, у кого перекос между давать и брать в отношениях. Это созависимые женщины, это женщины высокоуровневой пограничной организации личности, у которых отсутствует только одна функция до индивидуации, это способность испытывать злость. И поэтому у них такое очень часто бывает, что их муж, например, вообще не работает, сосет пивко по 10 бутылочек в день, такой пузо отрастил, еще и на нее отрыжкой своей, еще и матом ее кроет, она его полностью обеспечивает, все деньги зарабатывает, терпит его. И, например, все это еще происходит в какой-нибудь европейской стране, типа Польши или Чехии, куда она переехала для того, чтобы своего сынка в люди вытянуть. И вот она всю жизнь ходит униженная и оскорбленная, и она вот это вот все делает, а ей в ответ ничего вот этого вот не делают. Вот не надо так. То есть мы сейчас говорим именно, когда мы хотим добиться успеха и каких-то бенефитов в отношениях с равными людьми, которые нам дают получение какого-то нового жизненного опыта, которые для нас интересны, которые для нас сексуально привлекательны, то есть с которыми мы будем богатыми во всех смыслах в этой жизни. Приведу несколько примеров. Одна психолог мне рассказывает, что она воспитала другую девушку-психолога, это была ее ученица, для того, чтобы, ну, в общем, она работала в ее технике. А она такая раз и работает не в ее технике, а в своей. И вот эта девушка-психолог мне говорит, я разорву с ней отношения, я не буду больше с ней общаться, потому что это как-то неправильно, и, в общем, я очень расстроена, разочарована, она неправильно работает. Если она разорвет с ней отношения, ей это будет невыгодно. Я ей говорю, а зачем разорвать с ней отношения? Пускай она работает в своей какой-то парадигме, может быть, она отчасти и правильная, может быть, она даже лучше, чем твоя немножко, или она просто в чем-то другая, или она подходит кому-то другому. Потом имей себе и эту подругу, ну, и возьми себе новую какую-то ученицу, которую ты воспитаешь так, как уже ты и хочешь, и у тебя тогда будет две вместо одной. Это более выгодно. То есть мы не должны оценивать, осуждать негативно других людей, если они не такие, как мы хотим, а другие какие-то. Или вот такой пример. Допустим, сделали групповую фотографию, и тебе не понравилось, как ты на ней получился. А на ней 10-12 человек, и она висит где-нибудь в Фейсбуке. И ты пишешь своему другу, зачем ты выставил эту фотографию? Мне не нравится, как я на ней получился. Удали ее, пожалуйста. А тот говорит, да не хочу я ее удалять. Это там, типа, мое единственное фото, там вот еще с другим другом. Пускай она повисит, ладно, что ты как этот. То есть тебе, ты не можешь вынести того, что ты на каком-то одном изображении получился не так, как ты себе представляешь себя в голове. Ну, во-первых, тебе не нравится, что если там где-то жир торчит или висит. То есть, во-первых, может быть, ты на самом деле выглядишь вот так вот, и ты не хочешь применять эту правду. Ну, или даже если ты там на самом деле получился неудачным. Ну и что? Что тебе своего мнения о самом себе недостаточно? То есть ты чуть-чуть как бы учишься больше терпеть то, что не все в этом мире устроено прям очень суперсильно так, как ты хочешь. То есть можно просто потихонечку привыкать попроще к себе относиться. Вы можете посмотреть мое видео про самооценку для продвинутых, в котором я очень подробно про это рассказываю. Третий пример – это постоянное выражение недовольства по любому поводу. Вот ты едешь, например, в машине в путешествии, и ты уже немножечко устал. И тебе кажется, что уже горы не такие высокие, уже и море не такое чистое, уже окурки какие-то на пляже валяются, уже официант какую-то грязную вилку тебе принес, и ты начинаешь бурчать и бухтеть. Ой, мне вот это не нравится, мне вот это не нравится, зачем мы сюда приехали? У меня недавно случай был, но не совсем про усталость. Мы сидели на шикарном пляже с моим парнем, и наши соседи грызли семечки. Я терпеть не могу, когда люди делают что-то очень громко своим ртом. Или они очень разговаривают в поезде громко как-то на какие-то интимные темы, или они матерятся, или они чавкают, или вот они грызут семечки ртом. И я сушу и говорю. Это все циничные, иронизирующие высказывания. Знаете, кто им чаще всего грешит? Ими чаще всего грешат как раз-таки те люди, которые мнят себя интеллектуалами и очень умными. Те, которые, например, говорят, я матерюсь, но я матерюсь красиво. То есть они позволяют себе вот эти проявления какого-то снобизма и неприятности, и они даже более того делают это намеренно и позитивно это сами в себе оценивают. Вот это тоже неприятные люди. И я, короче, говорю своему парню. Наверное, мы с тобой неправильно наслаждаемся пребыванием на этом пляже. Наверное, лучше было бы сидеть в пластиковых креслах и грызть семечки. Тогда море было бы, казалось бы, еще круче. Я это сказала и ушла купаться. А потом я возвращаюсь там, где он сидит. А он просто, пока меня не было, тихо и спокойно взял и одеяло на другое место перетащил, чтобы подальше от них сидеть. То есть я сделала лишние и неправильные действия. И вместо того, чтобы энергию эту направить на выражение недовольства, я могла бы просто спокойно попросить его перетащить одеяло или сама бы перетащила одеяло. Есть еще такая часто распространенная ситуация, особенно в семьях, в которых все друг друга подвергают насилию. Это когда другой человек, твой близкий, он совершил ошибку. Например, забыл какую-то вещь дома или как-то затупил, поехал куда-то не туда. И ты ему говоришь, ну ты что, раньше не мог подумать? Ну ты что, раньше не мог вот это вот сделать? А зачем ты вот это вот сделал? И он стоит такой и думает, зачем ты это говоришь? Ну, разве мне так помогает сейчас как-то? То есть это тоже сразу все, да? Я посыпался, я уже снимаю с себя ответственность и за тебя, и за себя. Давай мы лучше поссоримся, давай я лучше сейчас выплесну эти негативные эмоции, вместо того, чтобы продуктивно решать ситуацию. Вот ребенок трехлетний, помимо того, что он очень часто бывает, что устает и конючит, и становится раздражительным и плаксивом, ему еще другое свойственно. Очень все интересное, очень все новое, и очень все хочется попробовать. Преобладают процессы любопытства, и когда тебе люди кажутся классными, и когда ты тянешься к ним, когда ты хочешь получать новый опыт. Вот я очень хочу, чтобы мы все с вами попробовали почаще находиться именно в таком состоянии открытости, именно по отношению к людям. А мы, когда взрослеем, у нас просто негативный опыт накапливается вместе с психологическими проблемами, когда нас подвергали насилию. И мы уже из этого, наши негативные ожидания о жизни, они тоже грузом на нас виснут, и они мешают нам все время. То есть детскость, она во всех нас остается. Просто на нее нависло очень много негативного ожидания, негативного опыта. Если его снять и на это потратить силы, то тогда опять можно оказаться в этом состоянии активного, энергичного и открытого ребенка, который никогда никого не оценивает, ему это даже в голову не придет. Или если он поплакал и обиделся, то он это делает с такой добротой и доверчивостью, когда ему хочется именно помочь. То есть дети, они априори по природе своей приятные. И, наверное, может быть, вообще все люди по природе своей приятные. Давайте докажем это друг другу. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Спасибо большое всем моим патронам и донатерам. И еще меня постоянно ругают за то, что я не говорю про свой великолепнейший канал на Вимео. Переходите на него, пожалуйста. Там очень много видео в открытом доступе лежит про сексуальность, про насилие. Есть немножко видео в закрытом доступе. Это про то, как разорвать токсичные отношения с родителями, два последних шага и видео по со-зависимости. Ну, всем пока, любви и всего такого. Субтитры создавал DimaTorzok